Здравствуйте, дорогие зрители! Мы находимся в Московском физико-техническом институте и беседуем с Игорем Борисовичем Петровым, научным руководителем кафедры вычислительной физики и информатики, членом-корреспондентом Академии наук. Мы находимся в замечательном Московском физико-техническом институте, легендарном, отцы-основатели которого ученые с мировыми именами. Ну вот, в частности, мы сейчас перед интервью зашли в музей и увидели там несколько стендов, посвященных Петру Леонидовичу Капице, которого вы, оказывается, застали и даже слушали его лекции. Какое впечатление он на вас произвел? Да, я слушал последнюю лекцию, которую он прочитал в физтехе, вот где-то в середине 70-х годов, по-моему. В основном он касался вопросов проблем мировой экологии. Тогда уже эти вопросы были очень-очень актуальны, он это прекрасно понимал, и вот об этом, собственно, говорил, что сейчас вот пора финансирование именно в эту сторону направлять, в сторону экологии, сохранение земли, сохранение природных богатств и так далее. Ну, если говорить так вот об счет, то примерно вот лекция была на эту тему. А Сергей Петрович Капице заведовал здесь кафедрой, вы с ним были тоже хорошо знакомы? Конечно, я и Сергея Петровича знал, он был заведующим кафедрой еще тогда, когда я был первокурсником, ну и далее, когда я и учился, и закончил в физтех. Конечно, был совершенно замечательный заведующий кафедрой, очень интересную лекцию он читал. Он был строгим преподавателем? Да, он был объективным строгим преподавателем, вне всяких сомнений. Кто помнит передачи его телевизионные, очевидно, невероятные, но Мозли это были, ну, едва ли не самые лучшие передачи тех времен. Вот то, что вот мне в память врезалось из тех времен, это вот передача, очевидно, невероятная, и КВН. Тогда КВН были действительно интересными. Сейчас они как-то вот такую свою яркость, на мой взгляд, потеряли. Тоже запомнилась передача «Клуб кинопутешественников». Вот остальные передачи как-то вот были, наверное, хорошими, так сказать, информативными, но вот как-то вот в память врезались именно эти. То есть интереснейшие передачи вел Сергей Петрович Капица, он приглашал интереснейших людей. Можно ли сказать, что это на вас каким-то образом повлияло и помогло в выборе дальнейшей профессии? Ну, наверное, да. Наверное, повлияло. Потому что вы же не москвич, вы приехали из Крыма, из Ялты, и ваши остальные родственники не физики. Да, да, да. Мои родственники в основном – это боевые офицеры. Школу, правда, я заканчивал не в Ялте, школу я заканчивал в первой школе города Ульяновска. Но эту школу знает вся страна. Там учился Владимир Ильич Ленин, но мало кто знает, что там в первом классе учился сам Курчатов. Да, и там учился Филатов. Ну и совершенно поразительный факт о том, что в этой школе учились два руководителя государства российского. Ленин и тот, кто был до него. Я, причем, был неоднократно в доме, где жила семья Керенская. Там уже жили просто люди, так сказать, и так далее. Двухэтажный бревенчатый дом, довольно скромный. У вас в кабинете есть также портреты ваших учителей. Что это за люди, давайте скажем несколько слов. Да, это удивительные люди. В молодости мне посчастливилось быть знакомым и учиться у титанов. У титанов мировой науки. Я бы сказал так, что это было время титанов. Академик Холодов Алиса Сергеевич. Ему принадлежат решения многих интереснейших задач. Его учитель, и тоже мой учитель, академик Белосарковский. Он был первым человеком в мире, который решил задачу сверхзвукового обтекания спускаемого космического аппарата. И первые наши успехи в освоении космического пространства, первые космонавты, были связаны с его расчетами. Его расчетами. Он был первым в мире. Далее, так сказать, американцы несколько отстали. Кроме того, ему принадлежат, без сомнения, такие наиболее перспективные результаты и при решении важнейших задач и механики, и медицины. Целый ряд методов, новых численных методов, которые он предложил, используются до сих пор. Ну и, конечно, важнейшее его достижение – это создание физтеха. Он был молодым ректором после Ивана Федоровича Петрова. Иван Федорович сделал блестящую, так сказать, вот такую организационную вещь. Он действительно стал первым ректором. Но могу только один пример привести. Вот в его воспоминаниях такой факт. В ученом совете физтеха тогда было 24 человека. И только трое не были академиками лично-корами. Да были докторами наук. Но были очень известными ученые. Причем среди академиков лично-кору были самые-самые авторитетные мировые ученые. Как Келдаш, Арсамович, ну и так далее. И вот он передал, вот, как бы, так сказать, вот, тогда физтех был небольшим. Вот небольшой физтех он передал вот в руки молодому, талантливому ученому. Тогда еще кандидату наук, по-моему, 37-летнему или 36-летнему. Будущему академику Белосерковскому. Будущему академику Белосерковскому Олегу Михайловичу. Да, он был тогда уже известным, талантливым ученым. И Академия наук рекомендовала его. Это очень важно. Что тогда ректором физтеха стал человек, который рекомендовала Академию наук. То есть, ведущий ученой стороны. Рекомендовали ректора. Это очень важно, поскольку физтехом, конечно, должен быть известный авторитетный ученый. Иван Федорович что-то понимал, так сказать. И он передал, как говорится, вот в надежные руки физтех. И так далее, так сказать, конечно, фактически создателем физтеха стал Академик Белосерковский. Хочу сказать, что он, несмотря на жуткую свою занятость, прошел путь, будучи ректором от кандидата наук до академика, не, как говорится, ни на один день не бросая занятия наукой. Он создал научную школу, представителем которой я, кстати говоря, являюсь. Вот сейчас руководство этой школы перешло к нам, на нашу кафедру. А что это за научная школа? Как вы могли ее назвать? Ну, это школа численного моделирования, либо численных методов в математической физике. То есть многие задачи математической физики. Начал решать их, так сказать, вот начал Белосерковский. У него такая целая школа возникла. У него по этому руководству было защищено несколько докторских диссертаций. Вот одна из них, значит, это диссертация, которую защитил будущий академик Холдова Александр Сергеевич, вот с которым мы познакомились, когда я был, по-моему, в конце, там, на четвертом курсе. Впоследствии я понял, как важно познакомиться с прекрасным, сильным научным руководителем. Понимаете, вот здесь эта особенность физтеха, да, так сказать, здесь две особенности. Одна особенность в том, что нам давали великолепное фундаментальное образование. Оно было трудным, оно было тяжелым, да, так сказать, мы там по ночам сидели. Однажды была даже ситуация такая, что вот эректор физтеха Олег Михайлович Белосерковский дал распоряжение общежития, значит, выключать свет в час ночи. Мы таскали столы в коридоры, в коридорах нельзя было свет, значит, выключать. Поэтому через год это распоряжение пришло. Может быть, надо было снизить учебную нагрузку, тогда бы все спать, ложились вовремя. Вот, понимаете, это вопрос очень тяжелый, так сказать, этот вопрос неоднократно стоял, что вот учебная нагрузка велика. Но вот проблема в том, что с годами накапливается объем знаний, которые студенты должны знать, чтобы заниматься серьезной современной наукой на мировом уровне. Именно на мировом уровне, я это подчеркиваю. Нужно знать очень много. Сейчас у вас тоже такие же высокие требования к студентам, и они тоже не спят по ночам? Есть, которые спят, есть, которые не спят. Те, которые не спят, конечно, учатся лучше, у них достижений больше и так далее. Ну, по крайней мере, вот мои асперанты, студенты, так сказать... Все не спят. Работают, ну, наверное, спят, но работают очень много. Работают очень много, и вот фундаментальная подготовка очень важна. Ну, и второй момент, это специализированная подготовка уже на базовый кафедр. Она, конечно, основана на фундаментальных дисциплинах. То есть, наши студенты любят во многих организациях приглашать на работу в первую очередь, потому что они имеют мощную фундаментальную подготовку. Это математика, физика, информатика и иностранный язык. Давайте поговорим о ваших работах. Я по-честному прочитала о тех разработках, которые вы получили. Но, конечно, обывателю понять все это достаточно сложно. Единственное, что я действительно поняла, это то, что вами получены численные решения широкого класса задач биомеханики с медицинскими приложениями. Это понятно. В том числе и медицина занимались. Давайте начнем с того, что мне более понятно. Что это за медицинские приложения? Наверное, первым ученым, который начал применять современные численные методы в медицине, был как раз Олег Михайлович Белосарковский. Потом это направление продолжил будущий академик Холодов. Те задачи по медицине, которые мне удалось делать, какие-то сделать, с кем мы работаем. Первую задачу мне предложили академик Холодова, академик Белосарковский. Это были две задачи. Они вроде бы совершенно разные, но удалось их решать, используя одни и те же математические численные методы. Одна задача, это была задача о офтальмологических операциях, в частности, замена хрусталика глаза. Ее проводил тогда, начинал проводить академик Федоров, который великолепно известен во всем мире, известнейший офтальмолог. И вот нам с ним удалось работать. Это для меня абсолютно новая информация, что перед операциями Святослава Федорова требовалось математическое моделирование таких процессов. Да, Федоров был одним из тех, он очень умный, любознательный человек. А когда вот как раз Александр Сергеевич Холодов ему предложил совместные работы по матмоделированию его операции, он тут же согласился. Первым вот эту операцию начал моделировать как раз Холодов, академик Холодов. То есть он как раз моделировал гидродемическое течение в передней стенке глаза. Потом привлек меня, я уже начал моделировать разрушение хрусталика и прохождение волн через стекловидное тело и воздействие на сетчатку. Тогда, когда были первые операции, это были лазерные операции, потом были ультразвуковые операции. Были, так сказать, в первых операциях, иногда были повреждения, так сказать, роговица, повреждения сетчатки. Вот нужно, необходимо было отлаживать режимы работы того же лазера, того же ультразвука. Академик Федоров, я помню, как-то сказал, что вот сколько мы оперируем, но наконец я увидел, что же происходит в глазу при операциях. Мне это вот в математике, мне это показали. Вот вторая задача была, значит, не менее интересная. Нам позвонили на кафедру прямо из Института скорой помощи Склифосовского, заведующего отделения нейрохирургии профессора Лебедев, он же был главным редактором и редактора нейрохирургии. И вот с таким странным вопросом просил нас объяснить, почему вот поражение, ну, скажем, какая-то динамическая нагрузка на мозг человека может быть с одной стороны, но человек может упасть, кирпич может упасть. А вот поражение мозга в противоположной стороне. А, то есть ударили, допустим, справа, а поражение следует. Да, так сказать, вот они это назвали явлением противоудара хирурги. Вот, ну, вот академик Олдов поручил эту задачу мне делать, я ее, эту задачу сделал. Все объяснялось волновыми процессами в коре Галду, в сером веществе и, в первую очередь, в черепе. Череп, кстати говоря, наш, вот при этих расчетах я обнаружил, что это очень талантливая конструкция природу дала. Вот, это, оказывается, очень прочная, вообще говоря, так сказать, такая конструкция. Конечно же, природа не могла рассчитывать на гранату, но на всякие естественные воздействия природные, вот, наш череп прекрасно, вот, прекрасно защищен, скажем так. Значит, вы помогли нейрохирургам понять причину, почему происходит противоудар. А что они с этой информацией сделали? Каким образом они ее применили? Или им просто хотелось разобраться? Понимаете, мы эту вот ситуацию объяснили, они как-то, это, как-то вот эту информацию использовали вот уже в своих будущих, вот уже нейрохирургических операциях. Вот, что конкретно сделали, знаю, но они были очень-очень, так сказать, довольны тем, что мы все это объяснили. С профессором Лебедевым мы, так сказать, общались неоднократно. Он даже пытался вот мне сказать, давайте я вам все это воочию покажу, мы спустимся в подвал, там у нас морг, там вы все увидите. Что-то вам не захотелось, да? Да, я здесь оказался очень твердым человеком, сказал, что нам достаточно только рентгеновских снимков. Сейчас вы решаете какие-то медицинские задачи? Конечно, третья задача была, пришла из тогда еще Ленинградской, в военно-медицинской академии. Тогда была у них проблема вот такого сорта. Значит, необходимо было создать прибор, который бы работал в полевых условиях, в случае, когда появлялась боль, обусловленная почечными камнями. Боль невероятно сильная, нетерпимая. И вот, если в полевых условиях она появлялась, то вот трудно было что-либо с этим сделать. Необходимо было прибор сделать. И вот поразительная, удивительная вещь, значит, я как-то ехал, вот тогда еще был совсем молодым исследователем, со дня рождения на такси, электрички не ходили в это время, таксист подсадил еще одного человека, мы с ним разговаривали, он оказался тоже полосником физтеха, у которого была задача сделать этот прибор. Вот мы пока ехали на такси, обсуждали, как эту задачу поставить. В конечном итоге, в общем-то, этот прибор был сделан, мы указали, рассчитали те режимы, на которых он мог работать. Дело в том, что там задача была очень непростая, и режимы нужно было указать достаточно точно. Потому как если, вот это было, они сделали искровой разряд, это были прекрасные экспериментаторы, и если это вот ударная волна, которая вот обусловлена этим искровым разрядом, была бы, скажем, недостаточно сильной, или наоборот, так сказать, слишком сильной, то почечный камень мог, например, расколоться на несколько частей, например, на две части. Тогда однозначно человека подножить. А какая была задача? Просто снять болевой синдром? Нет, раздробить камень в полевых условиях. Да, до такой степени, чтобы, так сказать, да, чтобы вот естественным путем все это было выведено. Сейчас, конечно, уже прошло немало лет, уже, так сказать, приборы стали более совершенными, более, так сказать, эта задача уже, как бы, так сказать, решена хирургами, так сказать, действительно это решено. Тогда это была, так сказать, задача новая. Тем не менее, вот золотые руки наших вот экспериментаторов, такой-такой прибор был сделан. Вот. Ну, далее были, значит, задачи вот такие травматологические, вот, травмы головного мозга. Вот мы с Госта Бурденко работали. У меня даже с директором Госта Бурденко есть, с публикацией их. В общем, эти задачи вот инициировал как раз академик, академик Хогдов, ой, Хогдов и академик Белосарковский. Они оба этими задачами очень сильно увлекались. Вот, как раз травма головного мозга. Здесь есть ряд публикаций, так сказать, ряд работ на эту тему. Мы с ним довольно долго работали. Госта Бурденко не оставляем и сейчас эту тему. Далее, это вот обнаружение неоднородности в теле человека. В первую очередь в головном мозге. Ну, понятно, что это задача, так сказать, это гематома, это онкология, это вот такие проблемные задачи. Удалось здесь немало сделать. Интересно, что вот эти задачи инициировали наши канадские коллеги. Вот здесь был интересный момент, так сказать. Ну, это еще, так сказать, было до соответствующих политических событий. Значит, мы контактировали и с европейскими нашими коллегами. Там немало наших пустяков, кстати говоря. И там, и здесь, и, значит, коллегами из Северной Америки. И вот было два обращения в нашу научную группу. Одна с стороны, значит, американских геофизиков, а вторая обращение с стороны канадских, как раз производителей медицинской техники. Вот. Они, значит, предложили нам две задачи по геофизике. Второй по, значит, вот они делали прибор по обнаружению неоднородности мозга. У них была большая проблема. Было сильное зашумление, которое приборы показывали, и обусловленное сильными неоднородностями в черепе, там, пористость и так далее, и так далее. И они не знали, как с этим бороться. Вот. Ну, я тогда еще и тем, и другим задал один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, говорю, а у вас что, в Америке своих расчетчиков? Сами не можете ничего сделать? Да. Они, и тут, и другое, поразительно, так сказать, ответ удивительный, одинаковый, фактически, по сути. Ну, вы сказали, да вы знаете, когда вот речь идет о задачах, то вот обращаемся, все говорят, мы любые задачи решаем. Когда начинаешь уже разговаривать на уровне конкретной задачи, вот конкретной постановки задачи и так далее, и так далее, ну, то, что у нас называется техническим заданием обычно, то вот... То лучше к русским. Люди начинают, как-то одни говорят, что, да, у них времени нет, у них там, они заняты вот проектами, другие говорят, да, что-то у них сбой в программе. Ну, в общем, как-то, как говорят спортсмены, уползают с ковра. Вот. И таким образом, в общем-то, мы взаимодействовали и с теми, и с другими. Хотя задачи были очень интересные, трудные, но, понимаете, любая интересная и красивая задача очень трудная. Вот все легкие задачи уже решены. А решение, как правило, наоборот, простое. Да. Игорь Борисович, вы сказали, что еще перед вами стояли задачи в геофизике. Что это были за задачи, что это за прибор? Ну, задачи, которые мне нужно было решать и с моими учителями, и с моими учениками, конечно, там круг задач довольно широкий. Одни из них – это задачи геофизики, средствам разведки, артники и так далее. Но здесь о них можно очень много говорить. Задачи средствам разведки, ну, они вот как стояли, так и стоят. Здесь проблема такая, что вот, значит, наши прекрасные инженеры, естественные разведчики, конечно, имеют огромный опыт. Огромный опыт в этой области. Вот задачи-то в основном решались, и до сих пор решаются, так называемые геометрические методы. То есть это такие довольно приближенные методы, нечисленные, не вычислительные. Вот мы предложили решать эти задачи в полной постановке, так называемой, то есть постановке уравнения механики сплошных средств. Ну, это система уравнения, которая когда-то давно была предложена около 300 лет назад Логранжем Эйлером. Ну, это система, очень трудная система уравнений в частных производных. Когда они ее предложили, некоторые математики говорили, зачем вы ее предложили, ее никто никогда не решит. Самое интересное, что вот эти пессимисты в немалой степени оказались правы. То есть начали решать эти задачи, вот действительно, но только численно, конечно, где-то в середине вот прошлого века. И вот это было связано вот как раз с проблемой моделирования последствий ядерного взрыва. Это была одна задача, вторая – это вот задача космическая. Это необходимо было рассчитывать как раз обтекание космических аппаратов, прочность оболочек и так далее. Вот, собственно говоря, с этих задач двух и пошел такой прорыв, вообще говоря, в современных численных методах, когда удалось решить огромное количество задач, которые раньше считались просто нерешенными. После этого появились и другие задачи геофизики, в частности, задачи, которые описывают последствия, это, так сказать, ну, например, падение астероидов. Вот астероидная опасность – это одна из задач, которую мы занимаем, тоже чисто геофизическая задача. Вот один из результатов решения этой задачи было то, что вот мы выяснили, что Тунгусский метеорит не падал в тайгу. Он сгорел. Это был кусок льда, который сгорел... Комета. Который сгорел в атмосфере. Ну, это большой кусок льда, так сказать, который сгорел еще в атмосфере. Но ударная волна, которая пошла, была столь мощна, что она действительно повалила на большом расстоянии, на большой площади. Ну, кроме того, так сказать, вот такое природное явление, как землетрясение. Ну, сколько оно принесло бед и несчастье. Так, землетрясениями вы тоже занимаетесь? Да, да, да. А что вы делаете в этом? Конечно же. Более того, могу сказать, что, наверное, самая опасная волна, которую боятся строители, это так называемая волна льва. Это самые опасные волны, значит, они разрушают фундаменты. А почему, интересно, она так называется? Ляв – это известнейший в механике математик. То есть у человека просто была такая фамилия. Да, такая фамилия. Ляв. То есть он откроет эти волны, причем о них было немало известно в теоретической теории упругости. А вот полностью решить задачу, решая вот эту систему механика сложных сред, вот как я не искал в мировой литературе, я так и не нашел. И на мой взгляд, я его первым решил, вот тогда еще был аспирант, сейчас уже, так сказать, профессор, заведующий капитал информатики Николай Игоревич Кохлов. То есть в явном виде получил вот эти волны льва. Ну и, конечно, были сделаны, так сказать, чисто практические задачи, вот, так сказать, воздействия землетрясений на разные сооружения, вот, на плотины. Вот индийские товарищи нас попросили провести расчеты для сооружений в предгорьях Гималаев, в частности, мосты, потом, так сказать, жилищные сооружения, там строятся очень низко, так сказать, этажные дома из-за этого, но, оказывается, они разрушаются. Вот. Мы с ними работали, ну, до сих пор мы с индийскими нашими коллегами не теряем. Так, и какие же вы им дали советы? Мы, в первую очередь, предсказывали вот опасности, которые их ждут. Это в первую очередь. Ну и, конечно, там были советы по, различные советы по устройству этих сооружений, чтобы они были наименее достаточно опасны. Полностью, если такую вот тектоническую опасность убрать, видимо, невозможно. Ну, как-то ослабить ее можно. Ну, например, можно, так сказать, под фундамент дома подложить некую такую вот упругую конструкцию, которая могла вырастать в это время, в это время колебаться, так сказать, что-то типа резины, скажем так. Ну, это я условно говорю, сваи и так далее. Вот такие вещи очень помогают. Далее вот эти задачи, от этих задач мы перешли к задачам тоже геофизическим, это задачи Арктики. Там Арктика открывает просто целый веер интереснейших вот таких задач математической физики. Вот, конечно, там, может быть, в первую очередь, это задачи сельско-разведки в северных условиях. Поскольку, ну, мы прекрасно знаем, Ямала, это вот хранилище газов, так сказать, да, ну, на самом деле, северные моря там, западная Сибирь, это божайного свита, там большое количество нефти, хотя добывать ее там очень непросто. Все труднее. Да, ну, сами северные моря, это просто хранилища углеводородов, они еще разведаны. Ну, я боюсь говорить, конечно, но грубые оценки так дают, ну, примерно 30-40% разведки. То есть, вот такие вот слова, которые я еще там, помню, в школе слышал, что вот у нас остались небольшие запасы нефти, вот так далее, надо беречь. Ну, беречь надо, конечно, экономить всегда нужно, нужно, это понятно, но вот такие случаи, что у нас мало осталось нефти, несколько преувеличены, скажем так, и газы. Надо только научиться ее правильно извлекать. Это, да, правильно извлекать, правильно экономить. Интереснейшая задача построения цифровых двойников, геологических сред, как раз вот опять же в интересах, так сказать, нефтегазодобычи. Нефтегазодобычи, да, нефтегазодобычи, вот. Ну, и целый ряд, так сказать, задач, которые вот в самой Арктике, это, например, безопасность добывающих платформ, типа, прямо взломные, которые стоят прямо в морях. На них действует там различное, большое количество разных нагрузок. Это штормовые, это штормы, ветра, вот. Вот, это, возможно, и землетрясения, хотя там в Арктике землетрясения слабенькие, но не бывают, вот, то есть, но не бывают, вот. Это, в конце концов, наезды различных больших ледовых сооружений, ну, объектов. Это могут быть айсберги, это могут быть огромные поля. Поля, так сказать, ледовые, там, ну, могут достигать характерных размеров от нескольких метров до нескольких километров. Если поле, да еще с мороженым айсбергом, имеет характерный размер, там, порядка, там, двух-трех километров, что, кстати говоря, имеет место быть вот в более восточных парях, то не совсем понятно, что с ними делать. То есть, такой объект может снести любую, вот, вышку, уничтожить любой, там, корабль, который, так сказать, там, везет нефть или газ и так далее. И что же вы можете тут сделать? И так далее. Вы можете просто предсказать, спрогнозировать? Можно, во-первых, спрогнозировать, а во-вторых, можно и предсказать, так сказать, предложить некоторые вот такие чисто технические варианты. Например? Как можно с этим бороться. Ну, например, айсберги можно буксировать. Что касается полей, ну, кстати говоря, норвежские коллеги, мы с ними вот работали, которые вот работают на Швейцберге, мы предлагали айсберги просто взрывать. То есть, вертолетом там прямо взрывчатку доставлять и взрывать. Ну, вот я до сих пор не знаю, вот как... Не опасно ли это? Опасно, конечно, да. Вот у нас такие вещи до сих пор запрещены, по-моему, справедливо, поскольку понятно, что ударные волны там принесут фауне большой урон. Но норвежцы этим занимались на полном серьезе, так сказать. То есть, они разрабатывали технологию, как уничтожать айсберги. Вот. Ну, правда, вот они, правда, для тех, что у них очень много айсбергов. Айсберги – это вот такие объекты, которые откалываются от огромных ледовых массивов. Кстати, передвижение этих массивов тоже – это отдельная арктическая задача, которая тоже, в общем-то, решается. И они откалываются от этих ледовых массивов и дрейфуют. Вот куда они дрейфуют – это тоже отдельная задача. Предсказать, куда дрейфуют айсберги. Важнейшей задачей мы тоже и занимались, и норвежцы и, так сказать, занимались, и занимаются, и так далее. Для вот наших нефтедобывающих, газодобывающих, так сказать, компаний – это важнейшая задача. Знать вот опасность столкновения. Ну, не только, на самом деле. Там же есть суда ледового класса. Есть и Северный морской путь, но он ледоколами прокладывается. Но это тоже задача, которой мы, по-моему, начали впервые заниматься. Это задача о движении ледокола во льдах. Мы хорошо знаем, что, например, силы сопротивления воздуха при полете ракеты, самолета, спускаемых аппаратов из космоса рассчитываются довольно точно. Ну, вот первым это делал Академия Белцарковский. Дальше, так сказать, целый ряд исследователей это делали. Сейчас и самолеты полностью рассчитываются на аэродинамическое сопротивление и так далее. То же самое для кораблей, для подводок и так далее. Эти силы сопротивления рассчитываются довольно точно. А вот силы сопротивления при движении ледокола во льду… Сложнее? Это на сей день, эта задача проблемная. Интересно, почему? Казалось бы, космос – это что-то самое сложное. Что можно себе вообразить? Она как-то экспериментально решается, то есть на уровне таких бассейнов небольших, где запускаются модели. Экспериментальных бассейнов. То есть вяжутся датчики и так далее. Конечно же, это не очень точное решение, но эта оценка все-таки уже силы сопротивления для моделей есть. Что касается больших ледоколов, то здесь мне неизвестны подобные вещи, а задача эта крайне актуальная. Вот, крайне актуальная. Вот мы начали ее делать, задача очень оказалась тяжелой. То есть вот как… Там она на две части разбивается. Первая часть – ледокол въезжает в ледовое поле. Это удар фактически, так сказать, удар таким большим топором по ледовому полю. Кстати говоря, он может несколько раз отъехать и опять заехать. То есть с первого раза он не всегда может въехать. И вторая задача – это уже движение. Значит, первые ледоколы, то есть считалось, что они будут рубить лед как топор. Оказалось, это вот неэффективно. И вот сейчас ледоколы фактически в большей степени продавливают лед. Это действительно задача механика сплошных сред. Несезонарная, многомерная, очень оказалась тяжелой. Очень тяжело оказалась и для чистых методов, и для механики, поскольку вот реология самого льда оказывается очень непростой задачей для самих механиков. Мы ее сейчас занимаемся, с институтом проблем механики Академии наук. Но вот оказывается, что это вот свойство льда физически. Мы вроде знаем, что это такое лед. Каждый из нас с ним сталкивается. Надо же. Лед оказался не так прост, как космос. Но его механические свойства, константы и более того, реология самого льда известны недостаточно хорошо. Какие еще задачи вам хотелось бы обязательно решить? Задачи, задачи много. Ну, одну из задач, я вам просто расскажу. Это задача, которая, казалось бы, чисто инженерная. Она касается безопасности движения скоростных поездов. Не очень давно ко мне приезжали в этот кабинет представители, вот как раз РЖД. Кстати говоря, с РЖД мы работаем довольно далеко, довольно давно. Уже три или четыре раза выступали на научно-техническом совете РЖД. Фактически, это научно-технический совет Министерства путей сообщения. Раньше так называлось, теперь это РЖД называлось. И более того, от них есть, последний раз выступление было. Они рекомендовали и региональным отделениям использовать наши расчеты в своих целях. Это, конечно, очень актуально. Буквально недавно сошел стрельц поезд в Коми. Есть погибшие, есть много пострадавших. Вы, например, говорите очень-очень важную вещь. Это ситуация, которую можно было рассчитать и предсказать. А там были, как я понимаю, размыты пути. Да, там были размыты пути. И это тоже можно медным механикам сплошных средств и численно медным предсказать и указать. К сожалению, к нашим услугам не всегда прибегают. Но вот наши РЖД, так сказать, внимание нам оказывают. Мы на НТС-ах поступали. У нас есть работа на эту тему. И вот задача, например, такая. Скоростной поезд – это уже, так сказать, гораздо более опасная вещь. Важнейшая вещь, но более опасная, чем обычно. Скорость там, так сказать, предполагается довести до 400 км в час. Это вот в частности будет трасса Москва-Санкт-Петербург. Москва-Петербург, Москва-Казань. И это расстояние будет преодолено за два часа. Это буквально да. Но здесь уже требуется другое полотно, другой материал, другие металлы и так далее. И необходимо предсказывать, если появятся, не дай бог, трещины в рельсах. То есть аварии, которыми при этом может произойти, можно даже представить трудно. Если решить полностью задачу о волнах, которые проходят в насыпях, в рельсах, то можно вообще говоря об этой трещине, о разрушении на пуде рельса, например, или там шпала и так далее. Эти волны идут от локомотива, упруги отражаются обратно. И вот они дают информацию о ситуации железнодорожного полотна. Задача эта очень тяжелая, поскольку отклики очень слабенькие от этих повреждений. Но она, в принципе, реально решать необходима. Получится, как вы думаете? С помощью суперкомпьютеров получится. Продолжение следует...